Музыка Музыка Здравствуйте дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка И сегодня у нас вы со всеми нами уже знакомым Моисеем На подготовку и установку мережи на Налима Мережа это устанавливается в специальный заездок, который мы сейчас будем готовить И потом поедем уже проверять Сегодня в городе Якутске минус 47 градусов Довольно холодно, почти 50 Но на реке наверное будет еще холоднее Так, приехали на базу Ребята, кажется, вот здесь такая база целая Река Лена Посмотрите, вся в торосах Итак, друзья, сразу вручаем наши календари Подарок 2022 год приближается И вот, ребятам, вот такого еще нету Календаря на 2022 год Получаем Берите по одному календарю Так, у ребят, вот такая палатка самодельная Вот Просто темп и на каркас, да? Каркас уже готовый такой вот Как вот Миша сделал Он сласит Он сам сделал Что удобно? Печку, каркас, да? Расклубной Здесь клубной Так, Михаил А я ему календарь Вид штуковый талант Итак Ребята Каждый день пока устанавливают Заездок Привозят с собой потихоньку Вещи, чтобы здесь базу Обустраивать свою базу Вот сегодня привезли большой брезент Якоря Грузила И тому подобное Сейчас вот они Распределили Свои роли Кто сегодня что будет делать И уже Каждый Приступает к своим обязанностям Да утепляет Самодельную Вот эту вот Импровизированную палатку Балок Сейчас ее Закрывает вторым слоем брезента И Если прикопать все С боков То Будет очень тепло И комфортно Здесь у нас грова Печка задымилась Все Обедать будем В палатке Итак друзья Посмотрите Вот сам заездок Вот подготовлена Вот такая вот Площадка Ребята Очень много Работы проделали Вот Смотрите Как много Торосов Стоим мы Прямо на краю Острова Очень обрывисто И Видно Что здесь Сразу Начинается Глубина Под берегом Причем Ежегодно Место Установки Заездка Может меняться В этом году Ребята Проехали И пробили Дорогу До Сюдова В те годы Они ставили В различных Других местах Место Определяется Исходя Из Сложившегося Ставшего Льда И изменения Рельефа Дна Ну вот Нынче Выбрано Видимо По всей Видимости Вот это Место Так Вот здесь У ребят Находится Они Притащили Жерги Заготовили Заранее И Сейчас Их Обтачивают И Расскажи Что делаешь Вот это А что Погребили Ага А где Ходил Да А там Ну блин Ты грех Кряните Мужка Су Су Без Коверяк Тебе Тихо Тихо Увы Тихо 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 со вчерашнего дня мы начали установку заезд длина нашего заездка будет составлять 15 метров глубина четыре с половиной метра сначала установим направляющие столбы а потом изготовим саму изгородь изгородь будет связываться по углам и опускаться используя ранее установленные направляющие столбы первым делом будем опускать основную изгородь и только потом направляющую через которую и будет вход мережу этой бригадой мы рыбачим уже на протяжении 10 лет последние два года свете пандемии мы не рыбачили вот сейчас решили возобновить наше старое ремесло для нас это традиционная рыбалка и поэтому у нас у всех приподнятое хорошее настроение для нас это как праздник повод чтобы развеяться выйти на природу поработать на свежем воздухе и конечно же встретиться с друзьями сегодня температура ниже 50 градусов вчера было теплее у нас это не останавливает потому что если выполнять работу вместе не обращая внимание на холод все дается легче да и к тому же у всех свои обязанности кто-то занимается прорубкой траншеи кто-то занимается изготовлением изгороди кого-то расчистка льда между делом нужно сходить успеть подбросить дров печь чтобы не остыла палатка мы сеть кинево так вот посмотрите какая песня у ребят вот вылезала абсолютно новенькая моисея близко этот как уж не песня серебра сделано делаю тут такие подготавливать труды для опускания почти видимости столбов также ребята рассказали что там ниже есть окажется уже стоят да эти чита загородки да даже и оказывается рано устанавливать тоже рискованно да потому что уровень воды может поднимать поднялка и из этого поднимает уже вмерзшую в лед загородку вверх да и уже рыба через неё теперь им нужно что делать выдалбливать ее обратно притапливать нет жду когда уже подвал идет все 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 да вот поэтому друзья может труд весь на смарку пойти да если рано установить в общем тут тоже нюансов много вот смотрите так вот посмотрите делается уже скелет профиль профиль примерно видимо ребят замеряет то есть не просто так все измеряется рулеткой вот это давление друзья давление есть вообще отлично вода очень чистая говорят нынче нету примесей пива итак принцип работы заездка такой рыба плывет вверх по течению тени у нас получается оттуда стал с того направления вот так рыба плывет против течения ударяется заездок идет 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 попадает он там в карман в этот и заходит в мережу так как рассказал иван бригадир бригадир этой этой команды смотрите сейчас вот это вот стенка повторяет ровно вот эту длину и сейчас они будут селить уже здесь березу березу березовые пусты деревья пусты чтобы погрузить это последующим туда но смотрите здесь нюанс и вот так вот стелятся получается вершинами внизу чтобы уменьшить просвет вот так же говорит что заготовка березы вот этого кустарника производится лучше производить ноябре потому что пока тепло ее готовят заготавливают и лучше потом придавить чтобы она была плоскую вид приняла чтобы было лучше чтобы меньше понадобилось веток и просвет был более маленький вот меньше было просвета для прохода рыбы вот посмотрите теперь здесь будет делаться второй такой же накладываться вторые поперечины к этим длинным продольным столбам и продольные поперечины тоже вот эти жерди потом все это будет стягиваться проволокой и получится стенка дальше он сказал что будет прокладываться вот эта сторона которая к берегу но говорит нюансы есть здесь нужно учитывать то что к берегу идет уже скат и столбы будут ставится с учетом вот этого уклона поэтому вот это тоже надо иметь ввиду здесь очень много нюансов смотрите вот это дамбочка говорит тоже сделано неспроста эта дамбочка защищает заездок от воды от того что налить может выйти из под этого вот так что нюансов вообще очень много в этой работе не просто так и и и и и и и и Посмотрите, вот есть рыбаки, рыбачат люди из разных сфер деятельности, даже вот ребята из МЧУ соприсутствуют. Так, вот смотрите, ребята, здесь уже всю пробивают, это называется куая по-якутски, то есть сирота, в переводе. Вот эта часть стены называется черотиночка, черотиночка. Посмотрите, вот уже, тут уже начали ребята пускать. Начали опускать один столб, вот что-то пробное или что-ли. О, это столб. Четыре с половиной метра, говорите, глубина в этом месте. Ну и, соответственно, потихоньку уже идет на уменьшение. Так, смотрите, вот проволока связывается при помощи болотника. Для придания большей стяжки, более сильной стяжки, вот доворачивается болотником. Потому что вся конструкция должна хорошо держаться для такого. Вот, вот с этой стороны, смотрите, вот крупная рыба не пройдет. Видите, с мелкостью всякая проплывет, а крупная уже все. Видите, как делается, моментально. Ребята быстро делают, сегодня минус 50, напоминаю. Проволоку тоже, да, по технологии, да? А, да. Технология ЛАС, там вот, ты, да? Ага, да. Монекономбарен, да? Ага, это гиперсенгема, да? Ага, вот видите, вот, она тоже не просто так. Проволка вот в два раза сгибается. Вот два этих. И потом вдеваешь ее, получается, сюда. А, это двойная проволока, я понял. Ага, двойная делается. Потом вот так вот я свернул. И дальше при помощи болотника уже убирается зазор уже, получается. И она уже сильнее, видите, стягивает вот. Смотрите, вот видите. Вот так вот она стягивает все. И потом, соответственно, она просто убирает, чтобы она не торчала нигде, ничего. Все равно. Отлично. 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 Там Моисей будет стягивать с этой стороны. Здесь посажено на пазы, прихвачено. Смотрите, вот. Здесь уже пошла стенка. Маха все отработана, ребята. Вот. Быстро все делается. Вот. Вот что значит коллективная работа. Вот. Вот что значит коллективная работа. Так, сейчас вот это все центруется и поправляется в этой стороне. Все должно быть в геометрических пропорциях. Довольно все ровно должно быть. Потому что... Ну как, вы знаете, все. Все, все, все. Все математически у нас. Отаран, отаран. Бле, 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 не любит. Бригадир Иван смотрит. Чтобы... Чтобы все было ровно. Ага, туда. Чтобы проблять. Пришел за термосом, подбросить в печку дров. Так, здесь уже готовится вторая стенка, заездка. Вот такими вот секциями готовится. Во-первых, это все очень много весит, тяжело. И поэтому, когда вот небольшие секции, то более-менее хоть человек может справиться и поднять. Потому что все это будет ставиться в один сплошной ряд и все это будет опускаться одновременно. Вот. Поэтому это будет довольно интересно. Довольно интересный будет процесс. И еще, наверное, там рыбачил с детства так, да? Ага. Дед твой рыбачил, да? С детства рыбачил, да. С детства так рыбачил. Наши дедушки и отцы тоже рыбачили. Я вот сейчас поговорил с парнем, он говорит, что приехал из села, в котором нету реки. Ага. А вот охуня, да? Да, да, да. То он вот последние годы рыбачил. Ну и раньше тоже так приезжали и рыбачили, да? Такого нету. А, такого нет? Нету, да? Ага. Только речные эти жители, Павловска так рыбачил. Павловска, ага. Вот сейчас вот эту секцию и потом сделают. И все еще отходят в секцию вот это. И до берега уже. Так вот, здесь вот уже готовится кровь большая, квадратная, под саму мережу. Вот. Смотрите. Так же у рыбаков, указывается, есть предмета. Пришедшая издревле в прорубь, во время работ нельзя ничего топить железного. Иначе будет неудача преследовать постоянно. Поэтому ребята очень осторожные. Редактор субтитров А.М. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Так, ну вот, смотрите, все уже, сейчас ребята все подготовили Все загородки, все стены И сейчас будет опускать Самый интересный процесс начинается Поставили поперечины вот это специально Ставятся вот такие Ставятся вот такие Вот видите, вот видите, сам лед и является источником Удерживание пенок Вот так вот, друзья, народное, народное это... Человек раньше вот при помощи своего ума вот догадывался, доделал вот такие вещи придумал Вот так вот редки и рыбачили древности Потому что это уже как бы считается традиционная рыбалка Дальше ничего не было Поэтому даже вот эти завязки, проволоки Их вязали, говорят, с кустов стальника Стальника, да То есть заранее заготавливались стальник Его сворачивали вот так кольцом И в таком виде он замерзал Застывал И потом просто вдевали сюда вот эти стальниковые кольца на углы И посмотрите, удерживают куст И ребята ставят стенки Смотрите Вот так вот Это просто жесть Конструкция будет Просто жесть Конструкция будет Сейчас поставят вторую стенку И Будут связывать Между собой И только потом Как все свяжутся, приготовиться Уберут резко вот эти Ну приподнимут И уберут Поперечины Удерживающие Всю конструкцию И она уже Вся одновременно Должна Опуститься Под воду Вот Смотрите Чисто Слажено Сплоченно Работа Коллектива В том Как Как Смотрите Упом Так, Иван теперь полководит, дальше убежит... Так, здесь одного человека, аккуратней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так все это выглядит снаружи. Вот и представьте на пути рыбы, движущейся вверх, предстает вот такая стена просто. Грандиозное сооружение, конечно. И вот так вот, вот такими вот щитами она вся вот так вот перегораживает по технологии до берега. Так, друзья, вот посмотрите, сейчас вот Иван мне показал, бригадир. А не просто так, вот эти вот две сверху насечки, видите? Вот они. Эти насечки означают глубину, друзья, то есть глубину у верхней кромки льда. Вот, сейчас в данный момент под нами вот такая глубина, то есть, если я пойду вдоль этих насечек, проведу пальцем линию, то она будет идти вот так. Вот так будет идти, вот так будет идти. И потом здесь уже пойдет вот так. Вот немножко подвескосок вот так вот пойдет. То есть, смотрите, вот между насечкой и началом изгороди, загородки, есть энное расстояние. Вот, составляет оно примерно где-то полтора метра семьдесят расстояние. Вот я держу палец. То есть, сейчас учитывая то, что у нас метр, лед метр двадцать, там будет все равно вот такое расстояние будет под над изгородью. Вот, над загородкой будет вот такое расстояние, под несколько сантиметров. И тем самым, все равно будет шанс рыбы уйти верхом, либо как. То есть, смысл выловить всю рыбу как бы, все равно нету. То есть, сколько будет рыбы, попадется, те все равно, сколько байной даст, все равно сюда все попадется вот. Вот так вот, друзья, вот такой просвет будет сверху над льдом. Ну, в основном, рыба, она идет по дну, поэтому изгородь свое дело сделает. Заездок. Вся конструкция заездок будем называть. То есть, называют. А, мы просто скажем изгородь. Вот и все. Так вот. Сейчас ребята готовят. Принесли еще две. Что-то я не понял, только для чего это. Так вот. Уже вершинные работы вот завершили, высотные работы доверили специалистам МЧС. Вот. Самая ответственная работа. Да, 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 да. Очень опасная и это такая работа. Поэтому специалисты это делают. Афаня, в каком гарнизоне работаешь? Ну, здесь, наверное, пожарная часть. Павловский. У ГПС номер 20? Ясно. Сейчас вот так вот. Так, сначала начинают убирать с одной стороны, с той стороны убрали. Друзья, сейчас вся конструкция пойдет изгородча, угловые последними выбираются. Вот так вот она пошла вся, я же переживал, елка, тут край, конечно, маленько отстал, поэтому я переживал, а жена, что может сюда. Вот, смотрите, на счет 3, поднимают и втекают, и пусты, получается, в это время подравниваются все, и потом резко втекаются. Втекает. 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 Давай же качунг! Ну прикос, а, ба! Смотрите, как столб засовывает между двух угловых. Смотрите, друзья, сейчас у нас по закону физики наша загородка стремится уйти вверх, поэтому втыкаются вот такие вот на углах заранее тоже приготовленные столбы, которые будут крепиться к верхней части ранее вмороженного столба. Смотрите, видите, вот ко льду взмерзший уже столб, и к нему будут вот такие свежие столбы, удерживающие всю конструкцию под водой. В общем, вся рыбалка основывается на вот этих вот ранее вмороженных центральных столбиков. И если неправильно эти столбики расположить, то от этого и будет исходить как бы весь исход, как будет лежать под водой ваша загородка. Поэтому, друзья, здесь очень ответственный такой момент оказывается. Вот, смотрите. Вот, смотрите. Так, сейчас ребята будут, видите, столбы стыкать. Странно, столбы заводятся. А, ну это специально делается. Они, видите, они столбики все заводят изнутри. Изнутри заводят и по течению, течению, по направлению течения. То есть не вот так вот стыкают, пытаются. Потому что столбы очень длинные, и они по-любому будут заходить под углом. Их в воду опускают по направлению течения. Это тоже такой... довольно хитрое такое решение, да. Вот, а потом уже, видите, натягивают их. Потом уже делают натяжку, втыкают прямо у основания заборчика и подкирают. Она как замок его сжимает. Эта шуйка! О, стык! Просто прикосвод ayuda, просто nerап... здесь же длина их... Сварирное маска! Сварирное маска! Стchlag! Так, вот колка льда тоже ответственный процесс, потому что смотрите ребята вот так, с такой формы вырубили потому что там вот пришить нельзя из-за того, что оттуда пойдет вода хлынет сюда, поэтому они оставляют место, которое будет потом прорубать, да я это понял? Вот сюда вот друзья вставляются углы по те ошкуренные сосны, которые ребята там уже ошкуривают. Вот они как раз будут пекаться в эти углы сюда и там. Так, вот мельжа подошла, вот она в таком виде. Масей, пакет паром, да? Вот такая вот мельжа, длина 2 метра. И вот так она будет ставиться вот, с двух краев. И вот один вот такой небольшой вход вот. Ага, все, видел, поснял. Так вот, Моисей документы вытешил. Вот. Это что такое? Это бирка. Прям железная, что ли? Серебряная. Серебряная. А, серебряная? Да ты что? Круто. Друзья, вот. На серебро же ловит. У Моисея и пешня серебряная, и бирка тоже серебряная. Вот, короче, получили вот этот, от Восточно-Сибирской территориального управления рыболовства. Ага. Вот мережа. Удается такое разрешение, да? Вот регистрационные номера дали. Ага. И мы соответственно изготовили бирку. Да, да, да. Сейчас его там привяжем, чтобы когда проверка будет, то все вот с документами. Да, да, да. Так что, друзья, хоть и рыбалка традиционная, но документы все равно надо делать, да? Да, обязательно. Так что, друзья, все здесь, все, все, что это. Куда он там привязывать будешь, да, просто? Да. Ну, в конце привяжем. Ну, ясно. Отлично. Так, пока здесь. Так. Здесь уже идёт установка, подготовка проруби вовсю. Вот. Соединили. Давай, это всё. Слухо. Растыгри. А, здесь будет вытаскивать. Кому не режу, поэтому здесь нужно всё же счищать, чтобы потом не было никаких зацепов. Работает много сроков сегодня. Так, сейчас привязывает к кому не режу, с этим жердином, с пазами. Вягать-то не баллад, да? Ага. Верхняя часть тоже вяжется. Верхняя часть тоже вяжется. Ага. Верхняя часть тоже вяжется. Ну, собственно. Это и придаст мочаску. Так, вот здесь. Как, наоборот. Очень отлично. Отлично. Работа. Ага. Тут. Фёдиня, правда. Там, например, у нас? Ак-ийтиста. Очень отлично отлично. Ак-иянинная работа. вот так она выглядит и сейчас еще сверху чтобы у нас просвет оставался вот кусок такой дели привязывается чтобы убрать пространство между льдом и мережой да библи библи Идут Так, вон начинает уже течение натягивать мережу, мотню, вот сейчас вот этот капрон намокает и пошла все-таки. Теперь фонариком светят и смотрят, постоянно подсвечивая фонариком, смотрите как натягивают, сначала удерживают здесь, в этом краю, а потом уже потихоньку начинают приближать туда, чтобы она выпрямилась, вот, тоже хитрость по натяжке, смотрите, видите вот как он расправляет ее в воде, то есть вот такими движениями он ее вставляет и путем наклонения жердин она в воде получается под водой, подо льдом там расправляется сама, вот видите вот, несколько раз так делает. Теперь она уже полностью натянулась, ее вот видно на сквозь фонарем, поэтому для этого еще делается вот такая большая прорубь при установке. Здесь вот решение, обнесение, и здесь так, и просто привязываю ее, просто он их привязывает. Вот так видно было, вот. О, не видно-то, на тонкую вот-то. Ну вот и все. Ну вот, дорогие друзья, вот так вот устанавливают мережу. Теперь нужно подождать некоторое время, пока ребята будут приезжать каждый день смотреть. Ну а мы приедем через, когда хорошо пойдет налим, чтобы показать вам как пловится. Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Всех с прошедшим Новым годом! Вот и пришел день проверки нашей мережи. Ребята уже пару раз проверяли. Говорят, улов просто ошеломительный. Вот даже есть несколько фотографий с этого мероприятия. И сегодня мы с Моисеем, с Антоном Щуколовым выезжаем на проверку. Моисей приехал из Москвы, из Питера. Антон Щуколов. Недавно был на стриме. Вот. Ну что, поехали. Проверим, что нам сегодня покажет мережа. Питера. Здорово. 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 Хай вот, проходай. Хамсамерыш. Так, там рыба ловится уже, да? Да, вот. К ребятам приехали мы. Как сказать-то? Мне десять не было. Вот. Вот 31 начало уже заходить, потому что вода прибыла и всю эту байду подняла на полметра, вот из-за этого получила. Отлично. Так, сейчас что делаем? Указания какие сейчас? Вот Ива, сейчас весь спустимся, прорубь скроем и уже там видно будет. Ага, есть рыба, нет рыбы. Так, сейчас вот Ивану календарик привез, в прошлый раз ему не досталось. Как раз сейчас актуально уже сезон, уже 1 января, уже пользуюсь. Так, сейчас спичку растопит Моисей. Он любит это делать уструк. Перекуски ножом. Так, сейчас быстренько перекусим. Перекусим. Чем мы сейчас перекусим, ребята? Это что такое? Печень жеребятильная. А, это жеребячая печень, да? Да, да. С чем? Какой? С внутренним жиром. С жеребятильным. Наверное с чесноком? Да. С зеленым луком, да? Это все прям как бы, ну как бы, через эту... Через мясорубку. Через мясорубку вместе, да? И вот так в пакете замораживается, да? Ага. Очень вкусное блюдо. Да ты что? А сейчас уже блюдо. Вот. Сейчас пока блюдо. Серьезно. Это что за манипуляции? Он гонит рыбу. А это он рыбу гонит вот так вот, да? Нужно стучать обязательно, да? Ну да, можно. А почему он так рыбу гонит? Если сейчас рыба стоит, он туда зайдет нормально. А-а-а. Не ходи, стоять. И это время не ходить. Кидает вот, да? Ага. Так, посмотрите, у лиска. Так, сейчас вот, смотрите, лёд за ночь не промёрз. Ну, промёрз маленько. Сильно. Не сильно. Лисей сразу песню взял. Вспомнить. Руки твои вот так вот. Новые работники должны колоть лёд. Давайте, давайте. хе-хе-хе-хе. 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 Так, сейчас будет происходить самое интересное. Ребята сначала продавливают, прочищают лед, фонариком подсвечивают, смотрят, есть там рыба или нет. Так, вон, вот налимы, вот они, посмотрите-ка вот, сейчас поближе подсветим. Красный кирилл, как это там. Ребята, спите. Аккуратно придерживаю ключ Аккуратно придерживаю ключ Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok